В студии Татьяна Голубева и в ближайшие 10 минут Я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных темах дня Смотрите выпуски А сколько корова дает молока? Почему в крае снижается закупочная цена? Не доедем! Пассажиры Рубцовска боятся остаться без автобусов Где смотреть? В край отключили аналоговое обещание На Алтае началось летнее падение закупочных цен на молоко К нам в редакцию обратились жители Михайловского района Они рассказали, что за полтора месяца стоимость литра упала на 3 рубля Мы связались с Ириной Она проживает в селе Назаровка Михайловского района Семья женщины держит трех коров За счет денег от молока есть возможность держать скот и птицу Но с апреля закупочная стоимость продукции резко упала Летнее падение цен на молоко специалисты называют сезонным Происходит оно всегда Разница лишь в том, до какой степени упадет цена Подробнее об этом расскажем в вечернем выпуске А в этом процессе пик по-прежнему не пройден Только за одну неделю от укусов клещей Пострадало более тысячи жителей края Всего же за весь сезон, начиная с марта Эта цифра превысила отметку в 5 тысяч В том числе зарегистрировано 4 случая инфекционных заболеваний Такие данные приводят сотрудники краевого Роспотребнадзора У всех четырех пострадавших, отмечают в ведомстве Не было прививки от клещевого энцефалита Помимо этого они не обращались к врачам Чтобы поставить укол иммуноглобулина Жителям еще раз напоминают Снятых клещей нужно как можно быстрее передать в лабораторию Адреса и информационные памятки о правилах индивидуальной защиты Анонсированы на сайте регионального Роспотребнадзора В одном из сел Косихинского района Годами не могут наладить водоснабжение У жителей села станция Баюнова Воды в кранах практически не бывает А та, что иногда появляется, непригодна для питья В предыдущей обслуживающей организациях Косихинская РКС Попыталась поменять насос в водонасосной скважине Но лишь сломала действующей Теперь решать эту проблему предстоит новой организации РКС полностью обанкротились Сейчас к своим обязанностям приступила новая компания Коммунальные системы Ждем от них теперь какого-то результата Но пока никакого абсолютно результата Насос на главной скважине был сломан в 2016 году Сейчас на все село работает оборудование Которое было изначально предназначено Только для обслуживания железнодорожной станции Его мощности не хватает для подачи воды в дома Впрочем, то, что течет из-под крана И водой назвать сложно Из-за большого количества грязи и ржавчины Жители меняют фильтры каждый месяц Сейчас они ждут решения проблемы от районной администрации Кто виноват? Попытаемся разобраться в вечернем эфире Смотрите подробный сюжет на эту тему А чиновников Министерства природных ресурсов Подозревают в незаконной рубке леса В минувшую пятницу сотрудники краевого ФСБ Изъяли документы в ведомстве Речь идет о возможных нарушениях В сфере лесного законодательства Под подозрение попали чиновники Министерства природы и экологии региона На сегодняшний день проверка продолжается О деталях расследования в управлении ФСБ Сообщат позже Транспортный кризис в Рубцовске Городское предприятие оказалось на грани банкротства Из-за тяжелого материального положения Жители могут остаться без автобусных перевозок А работники компаний без работы По нашей информации сокращение штата уже началось И это несмотря на то, что еще две недели назад Местные депутаты на сессии городской думы Искали пути решения проблемы Старейшее ЭТП в городе сейчас находится в тяжелой финансовой ситуации У муниципалитета накопилось 18 миллионов долга перед налоговой инспекцией В результате чиновники попытались договориться с налоговиками О рассрочке на три года И передать часть сооружения ЭТП в аренду А уже из этих денег выплачивать долг Ситуацию усугубило и то, что около 90% транспорта изношено Сейчас по решению суда на предприятии введена процедура наблюдения Назначен временный управляющий В случае, если пути решения так и не будут найдены Имущество предприятия пойдет с молотка А штат из 150 сотрудников окажется на улице 23 октября состоится очередное судебное заседание Где будет уже вынесено, наверное, как бы Суд определит следующие процедуры Это введение либо оздоровления, либо конкурсного управления, либо конкурсное производство А то, что сегодня ваши экраны могут ничего не показывать Никак не связано с долгами или кризисом в крае Как и по всей стране 3 июня отключают аналоговое вещание Федеральные каналы продолжат работу в современном цифровом формате Экран телевизора погаснет в первой половине дня На нем останется лишь телефон горячей линии Отключение коснется только тех, кто до сих пор пользуется аналоговыми каналами У этих пользователей в верхнем углу экрана есть буква А Для всех остальных переход пройдет незаметно Телевизор будет работать без перебоев По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова Сейчас в селах региона осталось около 2000 домохозяйств Которые пока не определились Как будут смотреть телевидение после 3 июня А 1 сентября в крае могут поднять плату за детский сад В АКЗС ситуацию начали обсуждать еще в феврале Повысить стоимость предложили в частности в Барнауле, Славгороде и Завьялова По федеральному закону основная часть родительской платы должна идти на питание детей Сейчас родительская плата составляет от 800 до 1800 рублей В Барнауле месяц в садике обходится родителям в 1650 рублей В Министерстве образования края отмечают, что этих денег недостаточно Но тариф могут повысить лишь после обсуждения с родителями Напомним, в 2017 году плату за садик было решено поднять без согласования с общественностью Тогда инициатива вызвала негативную реакцию и ее отменили Через пару минут прогноз погоды, а пока немного полезной информации Отечественное производство, качество и доступные цены Одно из алтайских предприятий приняло участие в строительной ярмарке 2019 Группа компаний с Пиком это единственный в крае производитель портальных машин Термической резки металла с ЧПУ И единственный производитель профессиональной техники Для механической прочистки трубопроводов в России Вся продукция разрабатывается собственным конструкторским отделом компании Большинство комплектующих используемых в производстве собственного изготовления За 13 лет работы клиентская база компании с Пиком Насчитывает более 10 тысяч предприятий Российской Федерации и стран ближнего зарубежья Опыт наших сотрудников довольно серьезный Машины постоянно модернизируются Мы прислушаемся к мнению клиентов, которые у нас уже приобрели машины И используют их, мы постоянно с ними общаемся И вносим какие-то изменения Группа компаний с Пиком это не только производство Но и продажи промышленного оборудования ведущих мировых производителей Компания является дилером порядка 80 заводов И дистрибьюторов различной импортной техники в Россию О погоде сразу после выпуска новостей